В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Заседание продолжается, но пока в закрытом для журналистов режиме по делу троих самарских блогеров суд принял решение возобновить судебное следствие, хотя поначалу предполагалось, что может быть вынесен приговор. Причиной такого решения стали новые обстоятельства, о которых сообщил Дмитрий Бегун. Кроме того, он неоднозначно высказался, произнося свое последнее слово. В Самаре задержан лидер межрегиональной организованной преступной группы, занимающейся торговлей наркотиками. сообщает областное управление ФСБ. По данным силовиков в Самару, житель Севастополя Николай Павлов приехал, чтобы наладить канал поставки зелья и психотропных веществ на территорию Республики Крым. При себе у мужчины было изъято полкилограмма амфетамина и так называемые пробники кокаина. Позже были задержаны еще двое членов ОПГ. У них изъято 87 граммов кокаина. Возбуждено уголовное дело. В Самаре с какой целью находиться? Преобуждение наркотического вещества. Какого амфетамина? Психотропного, если быть точным. В каком размере массы? Около полкилограмма. Почти 100 килограммов наркотиков, сильнодействующих и психотропных веществ было изъято таможенными органами Приволжского федерального округа за 6 неполных месяцев этого года. Только Самарская таможня возбудила три уголовных дела по фактам контрабанды запрещенных товаров. Откуда идет основной поток, узнавала наша съемочная группа. Героин, марихуана, традиционные, как их называют таможенники, наркотики нынче не в моде. Большая часть изъятого на сегодняшний день зелья синтетического происхождения. 98% по данным контролирующих органов приходят из Китая. В Россию наркотики попадают через автомобильные пункты пропуска, но большей популярностью у заказчиков смерти пользуется почта. Но и там все держат руку на пульте. Первый момент это когда работа начинается от результата таможенного контроля, когда при входе посылки на территорию Российской Федерации, при его осмотре почтового отправления обнаруживается вещество. И отсюда начинается цепочка последующих действий. Второй момент это работа от лиц, так скажем, непосредственно, которые получают, то есть попадающих в поле зрения. Зачастую силовикам заранее известно, кто и что заказывает. Отсюда хорошие результаты пресечения преступлений. Бывают случаи, и когда заказчик не догадывается о том, что совершает преступление, выписывая из-за рубежа лекарственные или сильнодействующие препараты, некоторые из которых также вне закона. В основном речь идет о добавках, используемых спортсменами. Они начинают принимать эти вещества, при этом организм перестает вырабатывать сам тестостерон. И через какой-то период времени человек, естественно, он очень сильно теряет здоровье, это оказывает влияние на основные жизненно важные органы. И вот это вот именно первый эффект, который получает лицо, то есть это наращивание мышечной массы, оно, конечно, впоследствии очень сильно влияет на все функции организма. Эти люди рискуют не только подорвать здоровье, но и получить административный штраф, либо вовсе сесть в тюрьму. Провести запрещенный товар незамеченном крайне сложно. За порядком на пунктах пропуска следят квалифицированные сотрудники и их четвероногие помощники. Например, это бельгийская овчарка Балто. Обмануть ее нос практически невозможно, но в этом большая заслуга кинологов. В нашей работе собака – это практически 70% нашей работы, то есть индивидуально кинологов. Потому что закрытый чемодан, не каждую же сумку залезешь, откроешь. То есть на это нет основания. Собака, если там что-то есть, то есть она, проходя, обследуя своим носом, она может это найти. Мы их любим. Они партнеры, друзья наши. На балансе кинологического отдела Самарской таможни, который существует с 2008 года, пять четвероногих экспертов. Но ухо востро держат все сотрудники таможни. Срака шестилетнего безработного жителя Жигулевска подозревают в изнасиловании 13 малолетних девочек. По данным следствия, преступления были совершены в период с 2009 по 2015 годы. И все происходящее подозреваемый снимал на фото и видеокамеру. Все потерпевшие установлены, с ними ведется работа. Проведены судебно-медицинские и психолого-психиатрические судебные экспертизы, а также психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении самого задержанного. По мнению следователей, мужчина мог совершить порядка 60 подобных преступлений. Обвиняемый частично признал свою вину. В данный момент он находится под стражей. Поступок, который может спасти десятки жизней, судебные приставы решили стать донорами костного мозга. Более 10 человек пришли на консультацию к врачам-генетикам, где им подробно рассказали о процедуре забора жизненно важного органа и как это может помочь больным с диагнозом рак крови. Служители закона заполнили анкеты и сдали по 5 мл крови, с помощью которой врачи смогут выявить генотип каждого донора. Сама процедура забора костного мозга делится на две методики. Более устаревшая – это пункция, но есть и наиболее совершенная и безболезненная. Она занимает всего 3-4 часа. Более современный метод сейчас – это стимуляция определенным препаратам, когда клетки из ДПО выходят в периферическое русло, после чего, как у нас останется переливание крови, просто происходит сепарация клеток. Определенный пол клеток остается у нас на матрицах, а все остальное возвращается обратно донору. И этот пол клеток мы собираем, замораживаем и отправляем, соответственно, в трансплантационный центр. Мы очень часто сдаем именно саму кровь, помогая людям. Но в этот раз мы решили вступить в регистр доноров, благодаря чему мы сможем помочь людям, которые являются больными раком. Романтическое свидание пришлось отложить, возможно, лет на 10. В Самаре злоумышленнику помешали украсть полсотни роз, а помешал обычный житель и полицейский в свой выходной. Поступок, на первый взгляд, негероический, если бы преступник не был вооружен. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Это был обычный рабочий день, вспоминает Ольга Тихонова, хозяйка цветочного павильона, что на улице Ульяновской. В киоск зашел мужчина и попросил собрать букет из 51 розы на 7 тысяч рублей. Но когда настало время расплачиваться за цветы, вместо денег достал нож. Стал мне угрожать и вышел из павильона. Я догнала его и попросила вернуть розы. На что он отказался и снова достал нож. Я даже не могла представить, что может произойти такая ситуация. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы мимо не проходил Борис Фетисов. Военный летчик, профессиональный боксер в прошлом. Мужчина, ни минуты не раздумывая, встал на защиту девушки. Вступил в схватку со злоумышленником. Когда он вытащил нож, я просто понял, что нужно быть осторожней. В первый момент я, конечно, опешил. Опешил, потому что, когда машут ножом перед тобой, это не совсем приятное видение. Проходить мимо данной ситуации просто не следует. И было бы неправильно с гражданской точки зрения, позиции. Спортивные навыки пригодились. Уже через несколько минут разбойник лежал на земле. На помощь Борису пришли еще несколько человек. Но злоумышленник в суматохе сумел выскользнуть. Тут вовремя подоспел майор полиции Олег Павлов, который случайно проезжал мимо. Он и скрутил грабителя. Решение принимается сразу. Вышел, узнал и сразу начал действовать. Никакого замешательства еще тут. Как говорится, воспитанник старой школы милиции не пройти мимо, где совершается правонарушение. Наверное, любой мужчина должен был это сделать. 49-летний задержанный уже трижды судим за различные преступления. Теперь он снова может оказаться за решеткой. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вину он признал, а отдачи показаний отказался. Однако в ходе предварительного следствия были собраны достаточно доказательств, которые позволят в настоящее время нам направить уголовное дело в суд. Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы. А пенсионер Борис Фетисов и полицейский Олег Павлов пошли домой отдыхать. Ведь кто знает, когда и кому еще может понадобиться их помощь. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!